Дорогие друзья, приветствую вас на канале разумная медицина доктор Евдокименко. Сегодня я покажу вам упражнения для лечения лучезапясного сустава, например, для лечения артроза и упражнения для лечения онемения рук в том случае, если это онемение вызвано именно повреждением запястья, то есть с синдромом запястного канала. Упражнения эти достаточно простые, но прежде чем вы начнете их делать, у них все-таки есть противопоказания, так вот обязательно прочитайте под видео противопоказания к выполнению этих упражнений. И хочу особенно подчеркнуть, будьте очень внимательны, делайте все очень аккуратно и осторожно, потому что если эти упражнения сделать резче или жестче, чем нужно, вашей руке станет только хуже, а не лучше. Но если выполнять их правильно, это достаточно чудодейственное упражнение. Первое упражнение простое. Кладем руку локтем на стол, другой рукой охватываем больную руку, вот примерно в таком положении, и очень мягко и очень плавно начинаем делать вот такое легкое вытяжение, то есть здоровой рукой тянем больную руку в эту сторону, то есть делаем подкачку лучезапястного состава. Медленно и плавно вот такие подтягивающие, покачивающие движения. Делаем эти движения 6, 8 и даже 10 раз. Медленно и плавная подкачка. Обратите внимание, что тут главное не переусердствовать, еще раз подчеркиваю, делаем все очень мягко. Второе упражнение. Делаем вот такой хват рукой, то есть большой палец здоровой руки выполняет у нас роль рычага. Уперлись под большой палец больной руки, охватили кисть здоровой рукой. Теперь у нас упражнение выполняется в два этапа. Сначала больной рукой, ну предполагается, что в данном случае у меня правая рука больная. Мы делаем движение вот в том направлении, то есть создаем напряжение, а здоровой рукой мы больную руку не пускаем, то есть у нас создалось преднапряжение и вот это напряжение мы держим 5-7 секунд. Причем напоминаю, что палец здоровой руки у нас выполняет роль рычага. После 5-7 секунд напряжения расслабляем больную руку и здоровой рукой слегка ведем ее на себя. Ведем ее тоже где-то 5-7 секунд вот такими мягкими, совсем еле заметными покачивающими движениями. Теперь опять напрягаем больную руку, а здоровой рукой мы ее не пускаем и удерживаем это напряжение 5-7 секунд. После чего расслабляем больную руку и используя палец здоровой руки как рычаг, медленно плавно ведем кисть больной руки на себя опять 5-7 секунд. И снова напряжение больной рукой. 5-7 секунд держим напряжение, после чего ее расслабляем и слегка покачивая эту руку ведем ее на себя. Вот этот цикл напряжения и расслабления выполняем 4-5 раз. Следующее упражнение больная рука опять лежит на столе либо на подлокотнике, кресла, ставим эту руку вот под таким углом, здоровой рукой охватили больную кисть и теперь опять играем напряжением расслаблением, то есть больную руку напрягаем в обратном направлении, здоровой рукой ее не пускаем, удерживаем это напряжение 5-7 секунд, после чего расслабили больную руку и ведем здоровой рукой больную руку вот в том направлении. Делаем это мягко, плавно и вот это, скажем, ведение руки осуществляем 5-7 секунд, при этом больная рука расслаблена. Теперь опять напрягаем больную руку в том же направлении, делаем такое преднапряжение, здоровой рукой не пускаем и это преднапряжение удерживаем 5-7 секунд. Держим напряжение, теперь расслабили больную руку и снова ведем ее здоровой рукой вот в том направлении. Слегка, мягко, плавно ведем 5-7 секунд. Опять напрягаем больную руку в том направлении, удерживаем напряжение 5-7 секунд, расслабили больную руку и снова ведем ее на себя. Вот этот цикл напряжения и расслабления повторяем 4-5 раз. Главное не допускать никаких резких болезненных ощущений при выполнении этого упражнения, только ощущение напряжения. Следующее упражнение сцепили руки в замок и из этого положения начинаем, не расцепляя рук, растягивать их в разные стороны. То есть нам нужно сделать такую прокачку, подкачку больного лучезапясного сустава. То есть вот так начинаем руки в стороны мягко, плавно раскачивать с напряжением. Растягиваем руки. И вот это движение, напряжение, расслабление делаем 6-8 раз. Следующее упражнение. Садимся нога на ногу, ставим локоть больной руки на ногу, ладони разворачиваем на себя, здоровой рукой захватываем ладони пальца и слегка ведем руку, больную руку на себя. Здесь должно появиться ощущение напряжения, но ни в коем случае не боли. Теперь создаем преднапряжение, то есть напрягаем больную руку, как будто вы хотите ладонь двинуть обратно, но здоровой рукой мы ее не пускаем. Итак, напрягаем руку, больную руку на 5-7 секунд. Держим напряжение 5-7 секунд. После чего расслабили больную руку и здоровой рукой слегка ведем ее на себя до появления ощущения напряжения, но ни в коем случае не боли. Итак, 5-7 секунд ведем на себя. Здесь появляется напряжение. Теперь напрягаем больную руку в обратном направлении, но здоровой ее не опускаем. Держим напряжение 5-7 секунд. Расслабили больную руку и снова ведем ее здоровой рукой на себя. 5-7 секунд. Еще раз напряжение. Удерживаем больную руку. 5-7 секунд напряжения и расслабили. Ведем ее здоровой рукой на себя. Снова 5-7 секунд. Опять же повторяем цикл напряжения и расслабления 4-5 раз. И еще раз хочу подчеркнуть. Не допускайте резких болевых ощущений. Дорогие друзья, эти упражнения нужно выполнять один раз в день. И хочу снова подчеркнуть. Сначала прочитайте противопоказания к выполнению этих упражнений. Но выполнив эти упражнения, мы можем усилить эффект, если после этого комплекса выполнить комплекс упражнений для лечения локтевых суставов. Потому что там тоже есть упражнения, которые снимают напряжение запястья. Ссылка на комплекс у лечения локтевых суставов будет под этим самым роликом. Вы можете делать два этих комплекса сразу в один день, а можете их разделить. Например, сегодня выполняете комплекс, который я вам только что показал, а завтра делаете комплекс для лечения локтевых суставов. Итак, по очереди. Эффект от выполнения этих упражнений вы увидите уже в первые три-четыре дня. Если вам первые три-четыре дня, ну или хотя бы в течение первой недели стало легче, значит вы можете продолжать делать эти упражнения дальше. В среднем где-то выполнять их нужно будет около одного месяца. Если в течение первой недели вам не стало легче или по какой-то причине вам стало, не дай бог, хуже, тогда лучше эти упражнения вообще пока не делайте. И тогда, дорогие друзья, конечно, нужно будет обратиться к врачу и подобрать другие методы лечения. А это на сегодня все. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал и будьте здоровы! Всего доброго!